В эфире телеканала Аист. Новости сейчас. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Женщина попала под трамвай в центре Иркутска. Подробности происшествия расскажем в начале программы. Он потерял все, но обрел еще больше. Необыкновенная история переселенца из Тулуна, начавшего жизнь с чистого листа через несколько минут. Ей помогает сила предков. В рубрике «Новости Устярда» сегодня народный мастер Иркутской области Анжелика Алсаткина и ее творческий центр. Они спят ли нам хором? Рок-коллектив «Наши люди» готовится зажечь на битве хоров. Шла на красный. Такова предварительная причина ДТП в центре Иркутска, в результате которого женщина попала под трамвай. Все произошло на улице Ленина. На место прибыли экипажи ГИБДД. Пострадавшая жива и находится в больнице. Из-за аварии образовалась пробка. 2,5 миллиона рублей за сутки перевели мошенникам жители Иркутской области. Полицейские зарегистрировали 14 заявлений граждан, которые стали жертвами аферистов. Так, две жительницы Братска перевели крупную денежную сумму предполагаемым преступникам. Они представились сотрудниками банка. Еще двое жителей Иркутска и Зимы потеряли 30 тысяч рублей при покупке автозапчастей через интернет. Пенсионер из Черемхова перечислил аферистам 220 тысяч за операцию на брокерском рынке. А житель Чуны перевел задаток 20 тысяч за дом в Красноярске. После этого создатель объявления перестал отвечать на звонки. Полиция просит не доверять поступающим сведениям от якобы сотрудников банка и обращаться на горячую линию финансовых организаций. Не рекомендует переводить деньги в качестве предоплаты. Это не является гарантом совершения сделки. Уже иркутянин. Бывший житель затопленного Тулуна Николай Богданов потерял при наводнении дом, имущество, хозяйство. Он жил в эпицентре удара стихии. Теперь Николай Александрович новосел. По сертификату купил квартиру в Иркутске и в свои почти 70 лет начал новую жизнь. Даже встретил любовь. О том, как несчастье помогло, Николай Богданов рассказал в нашей программе. Это аккордеон. Я не знаю, но как-то машинально вот так вот сработало. Аккордеон. Кабан по ограде бегает. Кошку. Ну, что могли, вот спасли. Мы на крыше, когда сидели, по соседям смотрю, уже окна вот так чуть-чуть осталось видно. И самое страшное, что было, когда, ну, шпалы, там мусор и живность, вот эти кошки, собаки. Этих глазам не полмесяца больше, наверное, снились. И моего поросенка, когда он вверх голову задрал и орал. На берег, когда вы, ну, подъехали, там тоже эти ребята стоят. Под руки нас все-таки 96 килограмм, как пушинку подняли, на асфальт поставили, я упал. Ноги не держали. Ну, а потом селись уже объявления там, и пошли МЧС палатки, документы эти делать. Вот эти сотрудники, бедные, в первой школе нас направляли. Я еще говорю, как у вас руки не устают. Нас-то сотни, тысячи. А мы, говорит, это наша работа, привыкли, типа того. Я даже хотел одну поблагодарить. Шоколадку купил, бегал, бегал. И там двум девчонкам, говорю, девчонки, передайте вот здесь, с яйцем столом. Там приемная губернатора была у нас. Я туда раз зашел, здравствуйте, здравствуйте, все поговорили. Какие жалобы, все. Я говорю, не какие жалобы, мне вот заело, что сертификаты это дают. Раз записал, может, и спокойно, но я думаю, не поверил. Приезжаю в Иркутск и волон к сестре. Только туда приезжаешь, звонок, езжайте, сертификат получить. Господи, на разе это неприятно. Иркутский уже стал, прописка у меня. Познакомился я, кстати, с женщиной. Такой прекрасный. Катя зовут. Прекрасный человек. Я там в турнире, считай, 18 лет один. Вот бывает, дети картинки забирают со всяких этих, да. И вот одной детали не хватает. Вот эту деталь, это она у меня в сердце черт. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я очень доволен этой жизнью сейчас. Даже жить хочется. Тактика и стратегия делового общения. В Иркутске проведут третий турнир по переговорам. За столами окажутся 16 команд. Участники должны будут найти правильное решение в сложной конфликтной ситуации. При подготовке к турниру организаторы проводят обучение. Для участия осталось всего несколько мест. Заявки принимает Иркутское региональное отделение Федерации управленческой борьбы. Любая компания может представить свою команду и показать переговорное мастерство. Когда ты руководитель внутри своей компании, ты почти не подвержен критике. И в этом смысле критика, если у вас ее нет, значит вы уже потеряли прицел по жизни. Вам нужна область критики. Обязательно. Поэтому это такое пространство, куда вы можете выйти. И там сидят независимые судейские коллеги. Они вам скажут, какие ваши персональные технологии нуждаются в том, чтобы их поменять. Главная задача все-таки перейти от борьбы, от сопротивления и конкуренции к сотрудничеству. Кадастровых ошибок станет меньше. Российское правительство одобрило законопроект, который вносит изменения в оценку стоимости недвижимости. Он исключит в случае превышения рыночной цены и, как следствие, судебные тяжбы. Кроме того, документ предусматривает возможность исправления допущенных ранее ошибок в кадастровой оценке. Без дополнительных расходов для собственников. Новые поправки также предусматривают личную ответственность руководителей бюджетных учреждений за результат кадастровой оценки. Устанавливается, что оценка кадастровой проводится один раз в четыре года для всех регионов. Внесудебным установлением кадастровой стоимости будут заниматься бюджетные учреждения. На сегодняшний день в субъектах такие учреждения созданы. В Иркутской области тоже есть ОГБУ. Центр кадастровой оценки называется это учреждение. И заявления о пересмотре кадастровой стоимости будут рассматривать именно эти бюджетные учреждения. Переведите свои кредиты в «Связь Банк» под 11,5% годовых, объединив их в рамках программы рефинансирования. 11,5% годовых. «Связь Банк». Сделайте вашу жизнь легче. Вы собрали урожай? А знаете, где хранить продукты и заготовки на зиму? Пластиковый погреб. Современное решение на долгие годы. Он герметичный, надежный и, главное, долговечный. Гарантия 100 лет. Быстрая и очень простая установка и монтаж. Срочно звоните. Телефон в Иркутске 500 575. А что для вас по сердцу в жилом комплексе «Стрижи-Сити»? Дети растут так быстро, как грибы после дождя. Ну вот и решили брать четырехкомнатную, чтобы перспектива была одна проблема. Их почти никто не строит. А мы строим так же быстро, как растут ваши дети. «Стрижи-Сити». Большая квартира каждому по сердцу. Восточный дом. Узбекистон. Ресторан с историей. Иркутск. Ленина, 46. Телефон. 48-66-55. Эмир Кустурица и его группа на сцене Иркутского музыкального театра имени Загурского ждут вас 28 ноября 2019 года в 19.00. Внимание выпускников! Геолого-разведочный техникум Иркутского политеха 26 октября проводит день открытых дверей по адресу Иркутск, улица Лермонтова, 104. Начало в 13 часов. Справки по телефону. 405-852-405-405. Урожай радует. В Устярдынском бурятском округе в этом году собрали больше зерна и кормов. Заготовили с запасом. Животноводы не просто сдают мясо и молоко. Продукцию перерабатывают на территории округа. Получаются вкусные, как домашние полуфабрикаты. Образцы фермеры представили на сельскохозяйственной выставке. Их увидел Захар Семенов. В эфире рубрика «Новости Устярда». На выставке «Агропромышленная неделя» молоко, мясо, кондитерские изделия, овощи и фрукты. Все выращено, произведено в Иркутской области. Свои товары привезли хозяйство со всего региона. Павильон Устярдынского бурятского округа видно сразу. Здесь буузы, фарш, говяжья вырезка, котлеты. Ведь территория животноводческая. Унгинская долина славится солончаком. Мясная продукция, само мясо уже чуть с солью получается. Поэтому мясная продукция у нас очень хорошая. А также молоко, то, что оно натуральное, без всяких добавок. Фермеры говорят, их товары любят прежде всего за насыщенный вкус. Благодаря условиям, в которых выращивают скот, мясо получается сочным и с минимумом жира. А молочная продукция не содержит пищевых добавок. Привлекает тем, что продукция домашняя, продукция вкусная и натуральная. Администрация Устярдынского бурятского округа отмечает. Сельскохозяйственный сезон в этом году вышел удачным. Урожая и кормов больше, чем в прошлом году. Фермеры заготовили 117 тысяч тонн сена. Половина от запасов всей области. Это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота. Нужно понимать, что во всей этой цепочке стоит задача переработать в качественную продукцию и довести эту продукцию до покупателя. Чем мы сегодня занимаемся. Но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что и иркутяне, и из других городов любят продукцию наших сельскохозяйственников Устярдынского бурятского округа. Любителей натуральных продуктов ждут на выставке «Агропромышленная неделя». Приобрести продукцию фермеров Устярдынского бурятского округа и других хозяйств области можно до пятницы. Захар Семенов, Павел Рютин. Новости сейчас из Устярдынского округа. В ее руках оживают не только бурятские легенды, но и сама бурятская культура. Народный мастер Иркутской области Анжелика Алсаткина создала Национальный центр художественных народных промыслов. И уже 23 года в Устярдынском открыт уникальный дом творчества. Мы отправились в гости к мастерам. У человека все можно забрать. И жилье, и машину, и золото, и деньги. Нельзя отобрать предков. Вот о чем я хочу сказать. То есть предки, они есть у каждого. И в бурятской мифологии они обычно становятся ангелами, хранителями у своих потомков. Поэтому этот лик предка, он как оберег. Вернуться к корням, чтобы взять у предков только лучшее, силу, мудрое отношение к жизни и заслужить их защиту. Анжелика Алсаткина родилась в Боендаевском районе, закончила архитектурный факультет Иркутского политеха и даже успела поработать по специальности. Но судьба распорядилась иначе. Уже 27 лет она живет в Устярдынском. И 23 из них работают в ей уже созданном центре народных промыслов. Сейчас здесь не только создают национальные костюмы, украшения, сувениры, обереги, но и изучают древние традиции. Например, при изготовлении этой конной упряжи мастер возрождает утраченную технологию. Орнаменты удалось найти лишь в музее. Я вот сделал, как сказать, копию. Ну, у нас сейчас лошади современные, они большие. Я уже побоялся, что она будет маленькой, потому что это для бурят-монгольской лошади такой низкорослой. А оказывается, когда мы поехали, одели на лошадь, все было нормально, все прямо в тютельку, в тютельку. И прямо душа радовалась. В руках мастеров возрождаются бурятские мифы о старцах, дарующих души детям, о хозяевах рек и гор, о тенгриях, светлых божествах. И даже обитателях Нижнего мира, которых Анжелика Алсаткина тоже воплощает в войлоке для баланса между мирами. Я сама насчитала порядка 25 героев из разных источников этой низшей демонологии. Есть еще у нас лохматые чертики, которые дразнят нашего громовника, он злится и начинает пускать молнии. Есть у нас половина тела, есть у нас вот такие вот с ортами на животе, с глазами на затылке. Чтобы изучить национальные обычаи, мастера ездят в экспедиции. А чтобы поделиться знаниями, проводят мастер-классы по области. Здесь используют только натуральные материалы – дерево, кожу, конский волос, шерсть, металл. Мы работаем как проходка по лезвию ножа. То есть есть проблема не выхолостить народную традицию. Свой самобытный почерк северных, так называемых иркутских, так называемых таежных бурят мы должны были его сохранить, даже выработать. А так как сторона наша шаманская, то есть это очень глубоко экологичная вера, когда идет уважение к нашим святым ландшафтам, к рекам, к озерам, к огню. Увидеть работы мастеров Усть-Ардынского центра художественных народных промыслов можно будет, не выезжая из Иркутска. В ноябре откроется выставка в центре имени Виталия Роголя. Марина Беклемишева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас из Усть-Арды. После работы они идут петь. 26 октября иркутский хор «Наши люди» выступит в городском проекте «Битва хоров». Репетируют артисты всех возрастов по вечерам, но, как признаются сами, готовы это делать все время. За подготовкой к конкурсу наблюдали Александр Гаврилов и Павел Рютин. Хиты парка Горького и Любе – программа на предстоящую битву хоров. 18 солистов готовятся к большому песенному шоу. Для них это хобби и большое удовольствие. После работы участники группы спешат на репетицию, где оттачивают вокальные и танцевальные навыки под руководством профессионалов, которые, в свою очередь, отмечают – научиться петь и танцевать может любой. Главное – желание. Знаете, как в той поговорке, легко с бездарностями, с гением сложнее. Они гениальны, они вот реально очень талантливые, очень неординарные, очень интересные все люди, с которыми не просто их, которых не просто учишь, а с которыми сам еще очень многому учишься и от них черпаешь много нового, интересного. Наши люди встретились год назад, за это время стали друзьями, общаются и ходят друг к другу в гости. Есть и новички. Четыре участника пришли в коллектив в этом году. Стать частью хора может любой человек старше 18 лет. Кто-то пришел сюда поющим, кто-то научился вокалу здесь. Некоторые посещают индивидуальные занятия. К каждому номеру артистам ставят специальную хореографию. У нас сложности нет, у нас поют не поющие, танцуют не танцующие. Нет, на самом деле здесь собрались те люди, которым это интересно, которым хочется это делать. А с такими людьми работать всегда здорово и приятно. Поэтому сложностей нет никаких. А 26 октября коллектив «Наши люди» выступит в городском конкурсе «Битва хоров». И они всерьез рассчитывают на победу. Александр Гаврилов, Павел Рютин. Новости сейчас. Региональным фильмам не нужен федеральный кинопрокат. В этом уверена эксперт Байкальского кинофестиваля Мария Безенкова. Она провела мастер-класс и рассказала о том, почему кино и деньги – понятия неразделимые. А якутский режиссер Эдуард Новиков поделился успешным кинематографическим опытом. Его игровая лента «Царь-птица» в прошлом году взяла главный приз Московского международного кинофестиваля. Мастеров слушала и наша съемочная группа. 30-е годы 20 века. К двум старикам в глухую деревню прилетает священная птица – орел. Прогонять его они не смеют и живут вместе в одном доме. История о преданности родной земле и настоящей доброте в прошлом году покорила зрителей и жюри Московского международного кинофестиваля. Главный приз получила картина и на нашем фестивале «Человек и природа». Все заговорили – малобюджетное кино, снятое далеко от столицы, начинает свой звездный путь. Режиссер ленты Эдуард Новиков о своей работе рассказал на мастер-классе Байкальского фестиваля региональных фильмов. Отмечает, у якутского кино своя судьба. Это кино давно, как киноискусство, давно уже есть, кинопроизводство. А у нас-то в Якутии недавно появился. У нас Сахафильм, кинокомпания, создавался в 1993 году, когда распался союз, все киностудии распались, а у нас наоборот создавалось. Как продавать региональные фильмы, рассказала Мария Безенкова. По мнению преподавателя в ГИК, федеральный прокат таким картинам не нужен. А вот показывать их в соседних регионах и на фестивалях необходимо. Выделила эксперты еще одну черту современных нестоличных картин. Обычно говорят, что у нас российское кино депрессивное. Мне очень понравилась общая тенденция. Надеюсь, что она сохранится и в фильмах следующих дней. Когда у нас заявляется некая проблема, всегда дается некий вывод и выход из этой ситуации. Завтра гостям фестиваля расскажут о съемках документального кино в экстремальных условиях. Вход на мастер-классы БФРК свободный. Марина Беклинишева, Павел Рютин. Новости сейчас. По 100 тысяч рублей для молодых тренеров единовременно. Такую сумму предлагают выплачивать молодым специалистам, которые устраиваются в учреждения физкультуры и спорта Иркутска. По поручению мэра областного центра Дмитрия Бердникова в Комитете по социальной политике города разработали соответствующий документ. Такая мера позволит мотивировать молодежь остаться работать в родном городе и привлечь их в муниципальные учреждения, фоки, спорткомплексы, центры единоборств. Основное требование – специалист должен быть не старше 30 лет и начать трудовую деятельность в год окончания вуза. Окончательное решение предлагают принять депутатам Думы Иркутска. А прямо сейчас смотрите программу «Иркутск. Сегодня». Наш выпуск на этом завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.